В эфире новости РТК Забайкалиев, студии Марина Пожидаева. Здравствуйте и вначале коротко о главных темах нашего выпуска. Самопровозглашенный целитель, наша съемочная группа, встретилась с Евгением Кратенко, который по своей уникальной методике проводил манипуляции, в том числе и с новорожденными. Проблемы автомобилистов от нового светофора на перекрестке Чкалова-Бутина страдают водители. Почему? Расскажем через несколько минут. Запах канализации, плесени, проблемы со здоровьем жильцы дома на железобетонной 22 страдают в своих же квартирах. В редакцию РТК Забайкалиев обратились автолюбители Читы. Водители беспокоят новые пешеходные светофоры, которые установили на одних из самых оживленных участках города. По мнению читинцев, оборудование создает больше пробок и аварийных ситуаций на дорогах. В ситуации разбирались мои коллеги. У перекрестка Бутина-Чекалова репутация одного из самых оживленных и проблемных участков в городе. Особенно в час пик, когда дорога забита машинами от шатров до вокзала. В такой ситуации больше всех страдают пешеходы. С установкой новых светофоров, кажется, ситуация изменилась к лучшему. Ждать приходится не 40 секунд, а вся 60. Но читинцы не беспокоятся за безопасность. Недовольными обновками остались водители. Это, к слову, не первая проблема автомобилистов Читы. Помимо постоянной нехватки парковочных мест и лежачих полицейских, от которых, говорят автолюбители, машина разваливается на запчасти, появились и светофоры. Теперь, по мнению водителей, пробок в городе стало больше. Жалко всех нас, автолюбителей, которые мы будем летом в этой пробке на жаре изнывать. А если у людей еще слабое здоровье, просто это, я считаю, бездумно сделано. Перекресток очень короткий между Журавлева и Бутина. Водители копятся, большая пробка создается. Пешеходов не так много у нас в городе Чите. Они бы могли, да, в принципе, люди все привучены, и без светофора преодолевать эти препятствия в виде перекрестков. По словам Романа, четинцы привыкли иметь дело с автомобильным светофором. Да и сами автомобилисты, по словам пешеходов, соблюдают правила хорошего тона на дороге. Привыкла ориентироваться по красному автосветофору. То есть вы уже привыкли по старому, да, светофору? Да, да. Я ориентирую вот там, по автосветофору. Красный, я уверенно иду. Я же знаю, что машина будет стоять. Так почему за прошедший год на этом участке дороги произошло 4 ДТП, в которых травмы получили именно пешеходы? В администрацию города поступили обращения с просьбой решить проблему с загруженностью перекрестков. На установку новых светофоров в 2023 году выделили около 100 миллионов рублей. Оборудование также появилось на участках Бабушкина Журавлева и Чикалова 9 января, где тоже пострадали люди. Я и сама водитель, и сама пешеход в рабочее время. И, ну, мне кажется, людям достаточно удобно. Раньше люди подстраивались под передвижение автомобиля, да, там смотрели во все четыре стороны сразу, как бы, дорогу перейти. А сейчас узаконен в данный момент. В принципе, фазы пешеходные недостаточно короткие, рассчитанные непосредственно только для того, чтобы человек дорогу перешел. Ну и, как мне кажется, какого-то транспортного коллапса не случилось. Марина Попова добавила, в этом году в городе пока не планируется установка дополнительных светофоров. Сейчас вся работа направлена на уборку улиц и обустройство остановок. Эльшат Сафаров, Екатерина Пешкова, Никита Дроздов и Владимир Николаев. РТК Забайкалье. Постоянный запах канализации, сырости, испорченный линолеум. С такими соседями вынуждены делить дом жильцы по улице Железобетонная, 22 в Чите. Еженедельно они отправляют заявки в водоканал и управляющую компанию, но проблемы никуда не исчезают. Продолжение этой дурнопахнущей истории в материале моих коллег. Запах канализации за долгие годы стал привычным для жителей дома по улице Железобетонная, 22. Уже принюхались. Стоило нашей съемочной группе войти в подъезд, как аромат нечистот своей волной буквально выносил нас обратно на свежий воздух. Местные уверяют, проблемы с подвалом не заканчивались никогда. И с каждым годом ситуация становится все хуже. Особенно у тех, кто живет на первом этаже. Кроме запаха у нас пол застелен линолеумом. Несколько лет назад делали ремонт, его перестилали. Он встал коробом из-за постоянной влаги. Влажность принесла в квартиры плесень и бонусом проблемы со здоровьем. Женщины жалуются на постоянный кашель и связывают его исключительно с неисправностями в подвале. И спать тяжело. Хоть не задыхаемся, но неприятно. Открываем окна. Холодно же. Простужаемся. Каждую неделю жильцы пишут свежие обращения в свою управляющую компанию и в водоканал. Но кроме отписок о том, что все необходимые работы проведены, ничего не получают. Сложившийся круговорот из вони и проблем уже снится им в кошмарах. Я говорю, снится, что ты на помойке идешь во сне снится. Подвал действительно находится в плачевном состоянии, хотя капитальный ремонт в нем делали несколько лет назад. Но на тот момент этим занималась другая управляющая компания. Капитальный ремонт был проведен, трубы они поменяли. Если там стояли чугунные трубы, то сейчас это пластиковые трубы. Качественно закрепить их все равно не получится, потому что дом постройки какой. И сама система канализации поставляет желать лучшего, скажем так. Мы можем это все доделать, но проблема заключается в другом. Если мы сейчас в подвале все хорошо и качественно закрепим, тогда проблема начнется появляться на этажах. Но тут приходится выбирать. По словам специалиста, все дело в самом доме и в жильцах. Они высыпают в канализацию кошачий наполнитель, скидывают тряпки и другие предметы, не предназначенные для жидкой утилизации. В большинстве случаев разбор канализации происходит. Почему? Потому что забивается полными тряпками, полотенцами, которые неправильно эксплуатируют систему канализации. Но несмотря на все это, решение проблемы, хоть и не глобальное, но есть. С наступлением весны рабочие откроют подвальные продухи, чтобы просушить и проветрить помещение. Это поможет избавить жителей от неприятного запаха до очередного наступления холодов. Но сами они, конечно же, требуют провести еще один. На этот раз действительно капитальный ремонт. Екатерина Бокшеева, Никита Дроздов, Анатолий Сюльнев, РТК Забайкалье. Доследственную проверку проводят сотрудники регионального СКР в отношении Евгения Кратенко, который без медицинского образования принимал людей, в том числе и новорожденных детей. Как он сам рассказал нашей съемочной группе, занимается он этим вправлением костей около 10 лет. Видео, на которых Евгений Кратенко помогает людям по своей уникальной методике, вызвало бурную реакцию сначала среди дипломированных врачей, а потом его решительными действиями заинтересовались уже следственные органы. Об этом человеке, который не имеет медицинского образования, Евгении Кратенко, я узнала от своих читателей аккаунта и пациенток, возможно ли вообще такое в 21 веке, когда человек представляется фотографией, фактически мануальным терапевтом, костоправым, еще там не знаю кем, и фактически навязывает тут свои услуги, потому что, как потом выяснилось, он предлагает себя фактически в качестве лжеврача. Хотя этот человек не имеет медицинского образования, этот, не побоюсь слова, шарлатан, еще и проводил курсы обучения для людей, которые не имеют вообще никакого медицинского образования. Марина Мочилова через социальные сети пыталась самостоятельно выяснить у Евгения факт наличия диплома и лицензии. Но ответа не последовало. После чего врач отправилась в следственный комитет и написала заявление. Когда я увидела видео, фактически с повернутым ребенком вниз головы, когда он показывал на муляже куклы малыша, как нужно трясти для того, чтобы вправить кости, я сделала вывод, как врач, что этот человек абсолютно неадекватен. То есть он явно имеет психические отклонения. Мы встретились с Евгением, чтобы выяснить все обстоятельства скандального видео с его участием. Первоначально он не пожелал разговаривать. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Вы снимаете это? Да. Но, немного подумав, пригласил нас к себе на кухню. Люди приходят, они знают обо мне, они знают, кто я такой, они знают, чем я занимаюсь, они знают, что я не имею никого к этому образованию. Но они приходят, и мне не жалко. Они же встречаются в мою дверь, не я к ним. По его словам, все началось с влечения фитнесом и спортивным массажем в соседнем Иркутске. Массаж, вестеральная хиропрактика, структуральная хиропрактика и так далее, киджамы, банные процедуры и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот как-то так я к этому пришел. Ну вот, от спортсменов вы ушли к младенцам. Вот как произошел вот этот вот... Нет, я не ушел. На сегодняшний день ко мне приезжают люди со всех профессиональных ответвлений. То есть у меня, как вы знаете, нет такого четкого критерия. Вот ты, например, с этой профессией все, ты сюда не идешь, а вот ты, например, такой вот, и ты иди сюда. Нет, я принимаю людей у всех социальных сословий вообще. То есть мне без разницы, кто приходит. Маленький, взрослый, большой. Я поставлю кость любому. Я этим владею в абсолютном совершенстве. Я достиг в этом абсолютного совершенства. Вот так, нескромно, Евгений утверждает, что невозможного для него не существует. Я и массажное образование получал в Иркутске. Я в свое время закончил массажную школу. Учился у мастеров, у волеярт наших забайкальских учился. Ну, там я учился не кости править, там больше по органам. На сегодняшний день это называется вестеральная хиропрактика. Я структуральной стеопатии в народе, как костобравство, не учился нигде. Никто не знает, как я к этому пришел, откуда это все. Я даже сам не знаю, я никогда не думал об этом. Может, дар у вас какой-то? Ну, многие считают, что да, одаренность. Но, с одной стороны, знаете, они правы. Воодушевленный собственной одаренностью мужчина основал Ассоциацию народных целителей Сибири. Сам же ее и возглавил. По уставу этой организации все ее члены занимаются популяризацией народной медицины, массажем, костоправством, ОФК и прочими ответвлениями нетрадиционной медицины, которым он обучает сам. Следователи устанавливают возможных пострадавших от действий этого мужчины. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. Доследственная проверка проводится по статье 235 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное занятие медицинской деятельностью». Следователи обращаются ко всем, кто пострадал от действий мужчины, с просьбой обратиться в региональное следственное управление СК России. Вера Садулина, Анатолий Тюльнев, Никита Дроздов, РТК «За Байкалье». И вновь о героизме забайкальских военных. Наш земляк Дмитрий Верегин награжден Орденом Мужества. Командир роты инженерно-саперного полка ВВО со своими сослуживцами минировал местность на одном из участков Южно-Донецкого направления. В это время противник начал артиллерийский и минометный обстрел. Капитан Верегин получил тяжелое ранение, но продолжил руководить личным составом. Благодаря его действиям было уничтожено до 10 единиц бронетанковой техники вместе с экипажем. Около 3000 социальных контрактов на сумму почти 490 миллионов рублей было заключено в прошлом году в нашем крае. Кто из забайкальцев может получить помощь, в каких сферах и кто уже подписал контракт? И поговорим сегодня с заместителем губернатора края Эйгмой Иванчиковой. Эйгма Гайрмайевна, здравствуйте. Здравствуйте. Забайкальский край с 21 года оказывает государственную социальную помощь на основании контрактов. В чем основная цель таких контрактов и как конкретно вы связаны с социальными контрактами? В мои полномочия входит контроль за реализацией выданных поручений президента, правительства Российской Федерации, поручений губернатора. Ну и в связи с этим, в связи с имеющимися поручениям президента по реализации социальных контрактов с 2021 года на территории Российской Федерации, в том числе и в нашем субъекте, мы проводим такие контрольные мероприятия по реализации всех полномочий. Касаемо первого вопроса, что такое государственная социальная помощь, определение, оно заложено в федеральном законе о государственной социальной помощи, одним из механизмов предоставления которого является предоставление социального контракта или, собственно говоря, заключение соглашения между гражданином и органом социальной защиты Забайкальского края. Для чего? Основная цель заключения таких социальных контрактов это предоставление социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим, одиноко проживающим гражданам на территории Забайкальского края для того, чтобы повысить уровень благосостояния, повысить уровень доходов на одного члена семьи, если речь идет о семье. Разработаны различные подзаконные нормативные акты, которые регулируют такие правоотношения на территории края. И с 2021 года на территорию края уже направлено вместе с 2024 годом это полтора миллиарда рублей, на которые заключено порядка 9 тысяч социальных контрактов. 9 тысяч мы берем в расчет количество членов семьи. Ну а касаемо членов семьи, я могу сказать, что одним из приоритетов заключения такого контракта является поддержка семей с детьми. И первостепенное приоритетное значение, безусловно, это поддержка многодетных семей, находящихся за чертой бедности. По итогам деятельности за 4 года, я могу с полной уверенностью сказать, что эффективность реализации таких мероприятий по поддержке социально уязвимых граждан очень высока и оценивается 81%. Что же это такое, наверное, интересно, да? В этой связи стоило бы перейти, на каких основаниях заключается этот контракт и на какие направления. Вот в рамках социального контракта мы можем оказать социальную помощь для граждан в поиске работы. И это самое популярное направление. Это организация своего индивидуального предпринимательского дела, организация личного подсобного хозяйства. Ну и четвертое направление – это лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Эффективность этих мероприятий, если мы берем в зачет все 4 направления, складывается у нас 81% по итогам реализации 2021 года, 2022 года. Благодарю вас за беседу. Я напомню о социальных контрактах. Мы говорили сегодня с заместителем губернатора Забайкальского края Айгмой Иванчиковой. Полную версию интервью смотрите в нашем эфире на YouTube-канале и в социальных сетях. Это еще не все новости на сегодня. Смотрите далее в нашем выпуске. Трехэтажный экзотариум в Читинском зоопарке для теплолюбивых животных планируется построить новое уютное жилье. Мир новых возможностей. Забайкальская делегация прибыла в Адлер на Всемирный фестиваль молодежи. Десятый финал баскетбольной лиги. Юбилейные соревнования в Чите посетил исполнительный директор Российской Федерации баскетбола Владимир Дичок. Продолжаем выпуск. Какие трудности испытывает отечественная медицина? Что послужило началом к заметным изменениям в сфере здравоохранения? И в каких условиях работают современные медики? Об этом и многом другом студентам и коллегам рассказал заслуженный врач России Константин Шаповалов. Сфера здравоохранения переживает стряску. А все потому, что в последние несколько лет нарушилась связь между медиками и пациентами, считает заслуженный врач России Константин Шаповалов. Чаще всего диалоги проходят не на приемах, а в стенах суда. Да, всегда были и будут проблемы в системе здравоохранения, но, тем не менее, есть и определенные успехи, и есть перспективы. И если мы будем совместно работать над теми проблемами, которые перед нами ставят жизнь, то, безусловно, мы будем успешно решать эти проблемы и двигаться в сторону улучшения ситуации. Еще в начале 90-х отечественная медицина находилась в удручающем состоянии, отмечает спикер. По всей России закрывались заводы по производству лекарств и оборудования. Страна находилась в полной зависимости. Все закупалось за рубежом. Спустя почти четверть века, в период ковидной пандемии, ситуация начала меняться. Пандемия напрямую показала, почему важен технологический суверенитет. Если у нас нет этого суверенитета, значит, на наш можно оказывать влияние. Можно оказывать давление, можно оказывать определенное политическое давление в плане принятия каких-либо решений. И страна не будет независимой, не будет свободной, если она будет зависима по медицинским технологиям от каких-либо иных стран. С момента вхождения Забайкалья в состав ДФО началось и развитие отрасли. В край было направлено более 37 миллиардов рублей. Стартовала реализация госпрограмм и национальных проектов, в числе которых здравоохранение и демография. Ежегодно сотни молодых врачей и тысячи средних медработников выпускаются из стен вузов и СУЗов края. С каждым годом, с каждым днем в плане медицины идет рост, идет развитие. Чем дальше мы заглянем, тем будет лучше именно для медицинских работников, ну и в целом для гражданина Российской Федерации. Что приведет к более лучшей жизни, как я считаю. Что нам нужно стремиться, как мне, к будущему врачу, как моим коллегам в будущем. Что нам нужно просто веру в душе, а также стремление, учение и движение вперед. На смену зарубежным поставкам пришли отечественные разработки. Свыше 6 тысяч новых аппаратов, томографов, ускорителей и прочего оборудования поступило на вооружение забайкальских медиков. Мы единственным среди инфекционных больниц Дальнего Востока приобрели аппарат ЭКМО. То есть это аппарат, который обходит легкие, то есть человек живет без функционирующего сердца, без легких. Это самая такая вершина. И самый экстремальный вид респираторной поддержки, как мы называем это, посредние надежды обреченных. То есть это аппарат для спасения жизни очень тяжелых пациентов с критическим поражением легких. Подводя итоги, Константин Шаповалов отмечает, сегодня система здравоохранения России устойчива и динамично развивается. Во многом благодаря импортозамещению и независимости от поставок. Эльшат Сафаров, Никита Дроздов, РТК Забайкалье. Новые вольеры для хищников, построенные в прошлом году в зоопитомнике Амодова, стали лишь началом в большом преображении этого места. В 2024-м город получил президентскую субсидию – 36 миллионов рублей на благоустройство загонов для крупных животных. Помимо этого, серьезные изменения ждут и Читинский зоопарк. На месте старых клеток хотят возвести трехэтажный теплый экзотариум. Читинский зоопарк в скором времени ждут серьезные перемены. Крупных животных уже начали перевозить в Амодово. Для них там создана более комфортная среда обитания, а вольеры, в которых они жили, позже снесут. На их месте будет построен теплый трехэтажный экзотариум. Будет очень красиво. Мы это все распланировали, как мы это видим. Мы ездили по разным другим зоопаркам, учились, перенимали опыт. И здесь у нас мы сделаем чисто экзотических животных. Это обезьянки, это змейки, это все, кто теплолюбивые. Рыбки и так далее. Здесь же также будут комплексные развлекательные для детей игровые комнаты. Будет у нас очень большой зал, где мы будем также демонстрировать фильмы из нашей жизни. Проект нового экзотариума уже готов на бумаге. Работники зоопарка планируют презентовать его в администрации Читы и получить финансирование. Если идею одобрят, это будет первая за 30 лет глобальная стройка в Читинском зоопарке. Время строительства. У нас останется наше старое здание теплое. Два здания теплых, если кто был, знает, что это экзотика и ночной мир, они будут действовать до самого конца. На которые холодные у нас комплексы, вот эти вольеры хищных, мы их сломаем и на этом месте у нас будет идти строительство. Как только оно завершится, мы из зданий старых переселяем экзотических животных в новое. Это все доламывается и делается благоустройство уже территории. Благоустройство в этом году будет и в зоопитомнике Амодова. По президентской субсидии было выделено больше 35 миллионов рублей. На эти деньги планируется заменить старые пешеходные дорожки из досок на прочные бетонные. А деревянные вольеры у парнокопытных и других крупных животных сделать металлическими. Мы делаем все для того, чтобы народу было удобно. Тем же людям с ограниченными возможностями, чтобы они могли сюда приехать и на колясочке спокойно везде проехать, все посмотреть. Потому что сейчас все равно почва песчаная, в некоторых местах у нас люди не могут пройти. Вольеры для хищников, которые строили весь прошлый год, тоже придется доделывать. Предыдущий подрядчик с работой не справился, поэтому его заменят. Отношение к делу видно невооруженным взглядом. В некоторых стайках окна попросту сделаны криво. По словам работников зоопитомника, они нашли более подходящего застройщика, который заинтересован сделать качественно. Мы ждем теплого времени года для того, чтобы продолжить работу с новыми комплексами. Там нужно будет нам сделать благоустройство, довести недоделанные водоотоки и также сделать обогащение среды, чтобы нашим зверюшкам, которые приедут в эти новые, было хорошо, комфортно и очень красиво. И чтобы народу было эстетично и не резало глаз, как сейчас вот на данный момент, чисто один бетон. В Амодово не собираются мириться с тем, что вольеры для животных превратили в подобие карцера для особо опасных заключенных. Поэтому работники уже придумали, как придать серым бетонным строениям приличный вид. Осталось только дождаться тепла и воплотить идеи в жизнь. Городской администрации также заверили, что помогут зоопитомнику в благоустройстве. Дорога – это главная боль. Мы, в принципе, выезжали вместе с Чеченским районом, поскольку земля Чеченского района. Посмотрели и написали вместе с совместным письмом в Министре о выделении денег из дорожного фонда на ремонт этой дороги. Пока мы не говорим об асфальтовом исполнении. Мы говорим о хорошей, грунтовой, ровной дороге. Но в дальнейшем, возможно, закатаем ее восклить. Помимо дороги, в планах сделать забор по всему периметру. После прошлогоднего, не совсем удачного благоустройства выводы сделаны. Теперь Амодово хотят привести в порядок к летнему сезону, чтобы гости могли отдыхать максимально комфортно и безопасно. Григорий Анипер, Даниил Ботвинский, Антон Носов, Владимир Николаев, РТК «За Байкалье». Считанные дни остаются до начала Всемирного фестиваля молодежи. Недавно делегация «За Байкалье» отправилась в Адлер, где и пройдет это грандиозное событие. О том, как участники добирались до места назначения, чего ожидают от фестиваля и о первых результатах поездки, смотрите в нашем сюжете. 20 тысяч участников в больше 180 стран мира, сотни телекамер и журналистов со всей планеты. Подготовка Всемирного фестиваля молодежи выходит на завершающую стадию. Забайкальский край отправляется на Всемирный фестиваль молодежи! Молодые люди из Читинского, Шилкинского, Петров-Забайкальского, Хилокского и Оловянинского районов совсем скоро тоже станут жителями Олимпийского парка. Некоторым участникам делегации Забайкальского края есть что вспомнить и с чем сравнить. Татьяна Жилина уже была частью фестивального марафона в 2017-м. Событием Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи стало появление Владимира Владимировича на открытии, конечно же церемония открытия фестиваля и супер яркие эмоции, которые мы получали от других участников из других стран. Так, например, ребята из Африки играли на барабанах и вокруг них стала собираться толпа, где люди танцевали, пели и просто двигались. Тем временем участников из ДФО уже ждут на территории Сириуса, где пройдут основные события фестиваля. Наши земляки прибудут на место самыми первыми. Полет прекрасно. Остановились только что на дозаправочку. Ждем с нетерпением, когда отправимся дальше на наш прекрасный фестиваль. Наши потрясающие забайкальские делегации через 10 лет. Расскажите что-нибудь. Что я могу рассказать? Мы выжили практически в этом прекрасном самолете и мы скоро будем в Москве. Целый день делегация Забайкалья провела в Москве. Успели посмотреть главные достопримечательности столицы, проехать сотни километров на метро и совершить массу новых, в том числе и гастрономических открытий. Немножко в шоке, мягко говоря. Не забывали и о работе, успев посетить центральный штаб Росмолодежи. Вообще конкурс Росмолодежи Гранты дает огромные возможности молодежи для саморазвития, для реализации своих классных инициатив. Я четвертый год член экспертного совета Росмолодежи Гранты и конечно мне хочется, чтобы Забайкальский край все ярче был представлен на карте проектов, вообще всероссийских мероприятий. И хочется, чтобы молодежь больше знала о том, какие у них есть возможности в реализации их интересных идей. Мы загрузились в поезд, готовимся к отправке. Целые сутки не спали, устали, но бодрые. Готовимся к фестивалю. Совсем скоро мы уже будем в нашем любимом, долгожданном городе Сочи. Очень утомительно, но много впечатлений, поэтому эта поездка стоит того. Я с нетерпением жду прибытия в город молодежи мира, в Сириус. Наконец-то исполнится моя мечта. Новых знакомств, эмоций. Хочется попробовать себя на всех площадках, повысить, прокачать свой уровень. Я очень хочу познакомиться с молодыми, амбициозными людьми со всего мира, поговорить на китайском языке, так я учу его уже 9 лет. Узнать, что они знают о России. Хочу поучаствовать во многих мероприятиях. Очень здорово, что мы сегодня познакомились с большинством ребят делегаций Забайкальского края. С каждым пообщался. Очень интересные люди, крутые активисты. И я думаю, что самая главная цель – это, конечно же, то, что молодежь может влиять на судьбу мира. ПЕСНЯ Ну вот, мы наконец-то добрались. И наше путешествие в мир новых возможностей начинается прямо сейчас. До встречи в эфире! Мы из солнечного края! Мы команда Забайкалья! Евгения Бузлаева, Евгения Петина. Специально для РТК Забайкалья. Десятый юбилейный региональный финал школьной баскетбольной лиги Хэс Баскет прошел сегодня в Чите. Знаменательное для края событие не могло остаться без внимания даже на федеральном уровне. Перед финалом чемпионата наш край посетил известный баскетболист и исполнительный директор Российской Федерации баскетбола Владимир Дичок. Он не только посмотрел игры и показал мастер-класс, но и обсудил развитие этого вида спорта с местными тренерами. Григорий Анипер расскажет подробнее. Семнадцатый сезон чемпионата школьной баскетбольной лиги Хэс Баскет и десятый для Забайкалья ознаменовался рекордным количеством игроков, принимающих участие в проекте. Почти 18 тысяч команд из 80 регионов. В нашем крае цифры не менее рекордные. 386 мужских команд и 242 женских сборных. И только 12 лучших смогли пробиться в финал. Матчи традиционно проходят ярко и насыщенно. Школьники выкладываются на паркете на сто процентов. Борются на каждом сантиметре площадки. Здесь такая атмосфера заряжающая. Мы с командой очень старались победить, но сегодня не вышло. Мне в принципе нравится вся организация. То, что здесь так много людей. Очень шумно, весело. Команды-победительницы чемпионата Хэс Баскет нашего края отправятся на финал ДФО с 15 по 17 марта в Южно-Сахалинск, где будут бороться за право сыграть в суперфинале и стать обладателями главного приза. Какого пока держится в секрете. Я чувствую радость, конечно же, мы попадаем на ДФО. Но сегодня я отыграла плохо, потому что капитан команды и сегодня как-то не настроилась. Я сегодня чисто занималась разбасовкой. Мои девочки, конечно же, молодцы. За меня сыграли. Я рада, что мы выиграли. Безусловно, главная цель чемпионата, по словам исполнительного директора Российской Федерации баскетбола Владимира Дичка, это возможность влюбить в баскетбол школьников. Показать, что это командный вид спорта, где важна дисциплина и полная самоотдача. Он также добавил, что в будущем ребята смогут продолжить профессиональную карьеру или стать тренерами. Успехом будет и их решение заниматься этим видом спорта просто в свое удовольствие. Хотел бы отметить работу региональной федерации по баскетболу Забайкальского края и большой энтузиазм тренеров. Здесь женщины-тренеры, которые увлечены своим делом, увлечены своей работой. И большой акцент делается на развитии детского баскетбола, на развитии массового баскетбола. Это, конечно, очень приятно. Вот мы, как федерация, поддерживаем именно детско-ношеский баскетбол и уже на протяжении четырех сезонов выделяем всем региональным федерациям гранты как раз на развитие детско-ношеского баскетбола. И федерация Забайкальского края регулярно пользуется этим инструментом. Вот на протяжении четырех лет для аккредитованных федераций ежегодно РФБ выделяет по 800 тысяч рублей. Вот на эти деньги федерация может приобретать форму, может приобретать инвентарь, может приобретать какое-то оборудование. Владимир Дичок отметил, что наш край активно развивает баскетбол. Однако работы впереди еще очень много. Количество залов для занятия этим видом спорта в спортивных школах буквально на минимуме. А это, по его мнению, серьезное упущение. Воспитывать профессионалов попросту негде. Поэтому исполнительный директор РФБ уже попросил региональных зампредов исправить ситуацию. Григорий Анипер, Сергей Миртов, Никита Дроздов, РТК Забайкалье. И к этому часу это все новости на сегодня. Если вы столкнулись с проблемой, которую не в силах решить в одиночку, становитесь нашим народным корреспондентом. Снимайте все на камеру своего мобильного телефона и отправляйте в нашу редакцию. Номер для связи 217503. По QR-коду, который сейчас на ваших экранах, можно легко и быстро попасть в наш Телеграм. Там еще больше видео, фото, комментариев полезной и свежей информации. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме и узнавайте новости самыми первыми. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи в эфире.